Приветствую всех зрителей канала События дня. Итак, Путин нанес удар по Джонсону незадолго до его отставки. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон незадолго до объявления о своей отставке получил удар от российского президента Владимира Путина. Об этом рассказал журналист американских СМИ Андерс Хакстром. В четверг, 7 июля, Борис Джонсон объявил о своем уходе с поста премьер-министра Великобритании. Политик будет исполнять обязанности главы правительства до тех пор, пока в должность не вступит новый премьер. По словам Андерса Хакстрома, незадолго до своей отставки Джонсон обменялся словесными ударами с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Fox News. Президент России Владимир Путин нанес последний удар по Борису Джонсону незадолго до того, как стало известно, что он планирует уйти в отставку с поста премьер-министра Великобритании, рассказал американский журналист. Автор Fox News констатировал, что Владимир Путин и Борис Джонсон имеют довольно сложную историю взаимоотношений. Они неоднократно делали публичные выпады в адрес друг друга, а их последняя дуэль произошла за несколько дней до объявления Джонсоном о своей отставке. Все началось с попытки британского политика пошутить на недавно прошедшем саммите G7. Борис Джонсон в ходе встречи с главами стран так называемой «большой семерки» в шутку предложил своим коллегам снять рубашки и продемонстрировать свои грудные мышцы, чтобы выглядеть на фото круче российского лидера Владимира Путина. Инцидент на саммите G7 имел большой международный резонанс и ответ российского президента на него не заставил себя долго ждать. «Я не знаю, как они хотели раздеться, выше или ниже пояса, но я думаю, что это было бы отвратительное зрелище в любом случае», заявил Владимир Путин. Президент России также рекомендовал своим коллегам прекратить злоупотреблять алкоголем и другими вредными привычками, а также посоветовал начать заниматься спортом. Как считает автор Fox News, этот удар стал последним выпадом Путина в адрес британского премьера. С этого дня Борис Джонсон будет лишь временно исполняющим обязанности главы британского правительства. А ведь именно Джонсон в последние месяцы постоянно раскручивал тему противостояния с Россией, даже когда в Британии случился полномасштабный экономический и социальный кризис. И население это почувствовало. Электорату и однопартийцам стало очевидно, что одной Украиной сыт не будешь. Необходимо как-то решать все эти вопросы, которые стоят перед страной. При этом Джонсон и его правительство фактически ничего не предприняли. Сейчас есть основания надеяться, что новым британским премьером не станет тот, кто выступает за резкий, бескомпромиссный курс в отношении России. В партии есть такие люди. Еще есть надежда на улучшение взаимоотношений между нашими странами. В Кремле также выразили надежду, что на место Джонсона придут более профессиональные люди, которые смогут понять целесообразность решения проблем через диалог. «Джонсон нас не любит, мы его тоже», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.